О том, помогают ли такие массовые пикеты и зачем их проводить, спросим у нашего гостя, многодетной мамы Марину Сунцовой. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Марина испытывает на прочность наше государство, вы уже в пятый раз стали мамой, да? Но все-таки вы недовольны тем, что места в яйских садиках не хватает, тем не менее рожаете пятого ребенка. Вот не страшно? Ну, мне не страшно, потому что в самом-то крайнем случае, конечно, мы и платное образование потянем, наша семья. Но вообще хочется, чтобы вне зависимости от того, какой ребенок родился, у нас очень часто сейчас государство стало делить детей на первых, вторых, третьих. За первого дадим, за второго не дадим, за второго дадим, за пятого не дадим, за пятого дадим. То есть, как бы вот все компенсации, льготы и прочее, оно настолько делится сейчас на детей. У меня вопрос, ребенок родился, какая разница, какой по счету он в семье, первый или пятый, да? Разницы никакой нет. Нет, ребенок должен получить от государства детский сад, должен получить медицинское обслуживание, должен пойти в школу. Ведь когда придет время армии, ведь они спрашивать не будут, они заберут наших детей в армию в 18 лет, правильно? То есть, мне хочется, чтобы все-таки эта система была, ну, как бы более справедливой, чтобы все дети получали, так скажем, всем сестрам по серьгам, чтобы у всех были равные возможности и права. Ну, вот такие пикеты, есть ли в них смысл? Они как-то помогают? Ситуация меняется? Вы уже не первый раз выходите с пикетами? Мы не первый раз. Мы отметили ровно год, 1 августа, вот этим пикетом мы показали, что в прошлом году, 1 августа, мы первые, вот моя семья вышла первый раз на пикет, то есть мы до этого вообще никогда ни в каких пикетах не участвовали, но вот мы ровно год. Чего-то удалось все-таки, вот хотя бы немного добиться? Я думаю, что видно. Ну, я думаю, что в принципе видно, наши результаты видны. Во-первых, я говорю, самое первое, о чем надо говорить, это о том, что все-таки нас начали воспринимать всерьез, все-таки с нами власти начали вести хоть какой-то диалог. То есть у нас мы начинаем разговаривать с администрацией, администрация хотя бы отвечает нам более-менее какие-то вещи, и что-то начало двигаться. Мы же видим, что неизвестно, как бы построились сады, какие были бы временные рамки, насколько бы смогли их отложить и так далее. То есть мы держим их в тонусе, и это очень хорошо. Я думаю, что ничего плохого точно в этих пикетах нет, потому что, в принципе, это все, ну, как бы в достаточно мирных, таких спокойных рамках проходит. Построились бы сады или нет, а то есть могло быть такое, что, допустим, могли какие-то сады не появиться? Нет, появиться-то, наверное, ну, хотя... То есть сроки сдвинулись бы? Хотя, во-первых, сроки, а хотя ведь, смотрите, вот мы сейчас поднимаем эту проблему, она уже видна, ее уже видят даже как бы на уровне федерации, так скажем. Мы писали и обращение к президенту, видеообращение, и там были ролики, которые доходили до федеральных СМИ, да. То есть возможно, что какие-то были приняты меры нашей администрации для того, чтобы вот эти еще сады, еще сады, да, по одной программе, по другой программе, они тянут в регион деньги и пытаются сделать сады. Ведь согласитесь, что если вас не стимулирует, то можно этого и не делать было, да. То есть, ну, все согласны с 4 лет водить, пусть будут с 4 лет. То есть почему мы сейчас говорим о школах, почему мы сейчас говорим о работе с педагогами, которых катастрофически не хватает, почему мы сейчас говорим о компенсации, потому что мы понимаем, что вот эти 40 садов, они как грибы не вырастут, да. И нам нужна сейчас в данный момент детям с 1,5 до 3 лет, ну, какая-то более-менее вменяемая выплата. Если говорить о путинских, которые сейчас опять говорят, президент, сейчас сделает вместо 50 рублей 10 тысяч, но мы должны понимать, что он сделает это на первого ребенка, на то, что вот путинские сейчас платят, они просто будут продлинаны до 3 лет, а не до 1,5. Потом он сделает на второго ребенка, и эта выплата будет из материнского капитала, а если семья его уже потратила, то ее уже не будет этой выплаты, да. А про третьего и последующих вообще не сказано. То есть вот у меня ребенок пятый, да, то есть моему пятому ребенку никакую вот эту вот компенсацию за сады, кроме как многодетная, если, допустим, малоимущая семья, вот у нас есть 2,5 тысячи выплаты, вот только ее, если нам только решили, то есть какие-то есть предложения встречные к властям, то есть откуда взять деньги на эти вот выплаты, то есть как-то предлагаете что-то? Смотрите, совсем недавно был блокирован законопроект, и вы, наверное, видели, что оппозиция вся вышла, да, из зала заседания ОЗС, потому что они же вынесли этот проект, значит там же все проще, потому что я, как Марина Сунцова, не могу контролировать данный момент, если это бюджет области, да, то есть надо понимать, что для этого есть определенные люди, которые должны задуматься и придумать, где взять денег, чтобы оплатить компенсацию, но это нереально, когда дети с полутора, ладно бы до трех, мы-то и требуем компенсацию сейчас до момента похода в садик, да, то есть первый день в саду, все, можете отменять все компенсации, а пока нет, ну извините, а почему ребенок до четырех лет сидит дома, и вы никак не хотите семье помочь, потому что если бы была компенсация, мама бы вышла на работу, где-то бы, глядишь, на ЧДС собрали, да, на частный детский сад собрали бы деньги, а тут получается, что настолько загнаны люди в рамки, что они реально сидят и понимают, проще сидеть дома с ребенком, папа на трех работах, чтобы только как-то выжить. Компенсация 5 тысяч, я считаю, что это вообще, конечно, смехотворная цифра, но хотя бы такую, это было бы уже какое-то подспорье для молодой семьи. Ну будем надеяться на вашу активность, кстати, мы спросили кировчан нашей группе ВКонтакте, помогут ли пикеты в решении вот подобных проблем с нехваткой мест в детских садах. Подавляющее большинство, из 70%, отвечают, да, власти будут больше работать в этом направлении, то есть люди верят в ваши митинги-пикеты, ну, собственно, как и вы, да, вы все-таки надеетесь, что ситуация будет меняться. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы.